Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Fallout Shelter. Многие подписчики и гости моего канала просили в неё поиграть, ну что же начнём, но скажу сразу, не с самого начала я начинаю, но поверьте мне, далеко я не ушёл. И у меня кстати проблема с водой, и это нужно исправлять как можно скорее, иначе они у меня начнут жаловаться, и у них будет падать настроение, в общем, будет всё против нас. Так, что у нас здесь? Ну, как я понимаю, новые постройки мы не можем сделать, нужно 20 жителей, а у меня пока только 18. Да и крыжек у меня маловато, что-то построить себе новенькое, хорошо. У меня есть ребята в пустоши, но я правда не знаю, они наверное, да, они умерли, придётся оживлять и отзывать. Так, пускай добегает мгновенно, он мне сейчас здесь нужен, и у меня там ещё один есть чувачок. Оу, у него довольно круто, но мне не хватает крыжек, поэтому будем с вами сейчас зарабатывать. Зарабатывать крышки здесь можно разными путями. Можно ускорить производство в определённой комнате, и если у нас прокатит оно, то мы получаем крышки. Также за каждый уровень персонажа мы тоже получаем крышки. Ну, немного, но тем не менее. Давайте попробуем ускориться. И посмотрим, получится у нас или нет. Да, у нас всё прошло успешно, мы с вами заработали крышки. Так, паренёк, захоти. А этого нам надо оживлять. И отзывать. И пускай он тоже добегает мгновенно, потому что у него очень много там шмоток, оружия. А это нам сейчас очень нужно. Так, собираем. Ай, как всегда, на складе мало места. Ну, что ты будешь делать? Так, а что если нам его... Даже ёлки-палки, на складах вашего убежья. Да всё понятно. В общем, это склад, где у нас лежит всё оружие и броня, и всякие вещи. Улучшение 750. Слушайте, хотелось бы, но я не буду. Слишком много крыжек он требует. Думаю, мы пока и так справимся, а давайте для начала своих персонажей чем-нибудь снарядим. Потому что здесь будут потом всякие разные нападения. И рейдеры на нас будут нападать, и всякие жуки, и тараканы. В общем, много что здесь будет происходить. Так, эти у меня... Ага, пока ничем не заняты. Слушайте, мне нужно 20 человек. Я вот думаю, может быть, к ним подкинуть барышню. Пускай веселятся и плодятся. В любом случае, ко мне в ближайшее время наверняка никто не придёт. Вот, ребята, видели, да? За уровень я получил крышки. Ну, немножко. Так, надеваем комбинезоны. Желательно одевать... Буковка А здесь нужна. Ну, у нас нет такого. А здесь у нас С. По-моему, тоже нет такого снаряжения у нас, да? Угу. Так оно и получается. А здесь П. Станция водоснабжения. Ну, с П вроде бы что-то есть у нас. Да, вот. Один костюмчик мы нашли. Посмотрим ещё. Есть ещё один, но мы его пока приберегём. Блин, ребята, ну почему ко мне никто не бежит, а? Ещё, блин, столько места у меня есть, а? И никто не хочет меня посетить. Так, а здесь у нас что, 20 жителей нужно? Это ещё буквально два человечка, а? Не так уж и много. Ладно, уговорили меня. Давайте сделаем ещё одну жилую комнату. Построим её. Куда бы её нам влепить-то? Давайте, наверное, вот сюда. Потом, если что, мы её объединим. Если я не ошибаюсь, её можно будет сделать всё-таки. Так, увеличить. 250 крыжек. И всего 300 осталось у нас. Да, далеко мы так с вами не уедем. Так, у меня, смотрю, персонаж уровень получил. Четвёртый. А здесь у нас пожар начался. Ёлки-палки. Давай, охламон, беги быстрей. Туши. Сидит там, расслабляется. Самое плохое, ребята, что когда пожар начинается снизу, он расходится на верхние этажи. Это очень плохо. Ну, я надеюсь, он не здесь справится. Давайте-ка возвращайтесь обратно. Корнёжку забираем. Пока всё легко и просто, но это в самом начале игры только так. Потом будет, поверьте мне, очень-очень жёстко. А вы, кстати, пишите в комментариях, ребята, стоит ли вообще её играть, проходить или нет. Если не стоит, то не будем заморачиваться. Хотя это будет противоречить вашей логике, то вы вначале просите, поиграй, поиграй, а потом говорите, что нет. Ладно, посмотрим, как у нас пойдут дела с ней. Ну, что нам ещё остаётся делать? Давайте вот так вот сделаем, ребята. Пускай они всё-таки веселятся. И ещё одну девочку сюда забросим. Вот так вот. Блин, мне бы ещё паренька одного какого-нибудь взять и туда же отправить. Потому что, я думаю, одному ему там слишком жирно будет. Давайте-ка вот этого, наверное, в пиджачке. Вот. Пускай здесь лясы точат и размножаются. Так, ага, здесь нужен кабинет смотрителя, чтобы в пустошь отправлять на задание. Все костюмы я могу изучить. Ну, зачем мне это нужно сейчас? Ума не приложу. Мне вот надо либо медпункт, либо лабораторию, ребята. Ну, начнём мы с медпункта, потому что... Так, нет, я сюда не хочу ставить. Давайте-ка для начала мы сделаем лифт. Где он у нас в самом начале. Вот сюда мы поставим. И уже теперь можно поставить и лифт. Ой, лифт, ёлки-палки. Конечно же, медпункт. Ага. Тут 400 крышек нужно, а у нас 365. Это буквально ещё 35 крышечек нужно надыбать нам. Так, ребята, видите, вот эта вот красная полосочка на полоске жизни моих персонажей? Это радиация. И от неё нужно как можно быстрее избавляться. Но для этого нам нужен антирадин. А для того, чтобы его делать, нам нужно помещение, конечно же. Так, ну ладно, я думаю, что сделаем с вами небольшую паузу и продолжим вскоре. Так, ребятушки, ну что, давайте продолжать с вами играть в Fallout Shelter. Завираем здесь воду, еду, электричество. На чё мы с вами остановились? А, ну да. Нам нужно... Так, не хватает, не хватает и 20 жителей. Всё, понятно. Блин, ускорится, не ускорится? Как думаете, а? Здесь, ребятушки, уже смотрю, веселятся. Значит, скоро, скоро мои девушки здесь забеременеют и будут ходить беременными. Кстати, ребята, когда они беременны, они ничего не могут делать. В плане того, что если какие-то тараканы или пожар будет, они ничего не смогут делать. Они будут просто убегать. Даже несмотря на то, что у них будет оружие. Так что, намотайте себе это на ус, на будущее. Так, в разведочку, может, его отправить. Пускай прогуляется, а? И еды будет меньше у нас уходить. Я раньше так всегда делал. Я, кстати, хотел свою версию с мобилой перекинуть на компьютер, но у меня почему-то не получилось. Ну и думаю, что вам навряд ли бы понравилось, когда там всё, извините меня, развито. Куча оружия, куча брони, всякие, извините меня, редкие, эпические, как их сказать-то, черчежи. Ну, мы начнём с вами всё сначала. И потихонечку, потихонечку мы, наверное, с вами до этого доберёмся. 500, улучшить жилую комнату. Плюс 6 всего прибавит нам, но это сейчас, я вам скажу, не особо важно. Для начала нам нужно построить медпункт. Так, ладно, ребята, давайте сделаем опять небольшую паузу. И продолжим с вами играть. Так, опять мы забираем здесь всё. Так, девушки у меня уже там беременны. Всё, отзываем, потому что бестолково он, честно говоря, пробегал. Ну, а этот хотя бы какую-то винтовку нашёл. Уже небольшой плюс. И, кстати, очень мало у них жизни там. Уровень получила у меня барышня, я смотрю. Так, ну крыжек-то всё равно от этого у нас не прибавится настолько, насколько нам нужно. 400, лаборатория. Вот, кстати, в лаборатории у нас будет изучаться антирадин. Четвёртого уровня она получила, да? Давайте рисковать. Крышки нам очень сильно нужны. И у нас успех. Можно, в принципе, и вот здесь попробовать. Отлично. Так, мы с вами ещё получаем 50 крышек за выполненные задания. Тут ещё, кстати, не забывайте, можно улучшать дверь в наше убежище, которая не особо-то, конечно, помогает нам от набегов рейдеров, но, тем не менее, хоть какая-то защита, мы успеем немножко подготовиться к этому времени. Так, ребята, рискую 43% и риск, как говорится, обосновался. 600 крыжек у нас уже, это хорошо. Давайте здесь 43% угрозы. Всё, вообще шикарно у нас выходит. Можно попробовать, наверное, так же и с едой. Давайте-ка рискнём. Всё, замечательно всё получается у нас. Почти 700 крыжек у нас. Так, вот, улучшение дверей стоит 500. Нет, этого я не буду сейчас делать, а хочу поставить себе... Как он называется-то? Медпункт, да. Нам нужны стимуляторы. А стимуляторы, ребята, нужны для того, чтобы мы могли своих жителей отхиливать. У них будет падать здоровье во время там всяких рейдов. Вот, и чтобы им вернуть жизни, надо будет использовать стимулятор. Так, ну давайте, наверное, вот сюда мы влепим. И теперь нужно нам кого-то сюда поставить. Я думаю, что это будут у нас, наверное, барышни, которые беременные. Скорее всего, так мы сделаем, потому что они всё равно там ходят без дела. Так, снарядили костюмчиком её. Давай, иди сюда. Так, и ты, пожалуй, тоже у нас... Ну, давайте вот этот вот наденем. Тоже будешь здесь у меня стоять и делать потихоньку стимулятор. Кстати, мы можем даже сейчас рискнуть крутануть на ускорение и заработать себе первый стимулятор. Так, отлично, успех. Опять же, получаем крышки. И ещё разочек. Ой, лишь бы прокатило. Замечательно просто. 364 крышки. Жалко, нету ядер полы. Пробуем. Оу, нет. Ну что же, кто тут сейчас? Ага, тараканы. Здесь, ребята, по разному может быть. Здесь и тараканы, и... Скорпионы могут вылезти. Также здесь может образоваться пожар. Так, отлично. Но за это они хотя бы получают опыт. Ага, замечательно. Так, может быть, тогда вот здесь рискнуть. 53% угрозы, что у нас не получится. Но у нас получается. Ух ты. Так, давайте тогда здесь. И здесь у нас сработало. Еды много. Электричество так себе. И воды маленько. 50%. Стоит или не стоит? Ещё раз повторю. Если здесь что-то случится, они ничего не смогут сделать. Они убегут. Но 50% это всё-таки... Угу. На то не 50%. То бишь 50-50. Или да, или нет. Блин, я не могу, а. Мне нужен ещё кабинет смотрителя. Я бы мог тогда своих жителей отправлять на задание. Тысячу крыжек нужно. Это очень-очень много. Так, ну когда ты там уже добежишь? Через 22 минуты. Ёлки-палки. Это ещё вечность. Ладно. Подождём, потерпим. Самое начало, ребята, самое сложное. Потому что надо развиться. И причём правильно. Так, всё так дорого стоит, а. Тут 500 крыжек нужно. Эту комнату сколько? 750. М-да. Даже и не знаю. Давайте рискнём, а. 62%. Я прекрасно знаю, что, наверное, не сработает, но... Но сработало. Ха-ха. Фу. Риск благородное дело. У меня прям руки чешутся вот здесь запустить. Хе-хе. Ну не будем. Давайте, наверное, вот здесь лучше. По крайней мере, здесь они у меня все... Ну не все, но многие вооружены. Опа, она сработала. Ух, а здесь, если рискнуть... 63%. Да что ж такое-то, а? Какая-то невезучая эта комната, если честно. Давайте расстреливать этих тараканов. Так, их тут два. Ага, три. Послушай-ка, дорогая. Почему ты у меня без всего, а? Да нет, это не нужно. Мне нужно было оружие. А, у меня ничего и нету. Жаль. Я бы тебе, конечно, дал бы в руки какую-нибудь винтовочку. Так, по уровню у меня ребята получили. И... 606 крыжек. Уже хорошо. Уже приближаемся с вами. Разбить камень. Слишком дорого. 175 крыжек. А у нас сейчас каждая крышечка на вес золота. Давайте посмотрим задание, ребята. Тут за задание мы получаем тоже крышки. Объединить две комнаты. 250 крыжек. Так, 500 энергии. И продать костюм или оружие. Так, кстати, мы можем с вами продать какой-нибудь костюм. У нас их там, по-моему, много. Ну, давайте какой-нибудь самый вот этот. 10. Все. Дайте мне крышки. Дают, дают, дают. Сколько? 25. Не густо, но тем не менее, на халяву практически. Так, что у нас там еще за задание дали? Дайте мне глянуть в задание, елки-палки. Так, две комнаты. Собрать 100 единиц пищи и 500 единиц энергии. Давайте стимулятор заберем. Объединить комнаты. Давайте сделаем еще один медпункт и объединим их. Да, вот сюда. 250 крышек прошу на базу. Отлично. Спасибо. Так, 400 у меня уже их. Ну, и еда потихоньку у нас копится. Черт, я думаю, что скоро у нас будут проблемы с электричеством. Посмотрите, как оно у нас тает прямо на глазах. Это из-за того, что я построил еще один медпункт. Давайте попробуем ускориться. 30% должно прокатить. О, елки-палки. Вот сейчас ребята, они убегут отсюда. Так, а мне придется каких-нибудь ребят сюда высылать, чтобы они справились с этими тараканами. Ее на десяти тараканы не полезут на верхние этажи. Они могут. Кого я послал-то сюда? По-моему, она вообще без оружия. Ну, хоть кто-нибудь... Ага, у тебя есть ствол, у тебя тоже. А у тебя нету, дамочка. Ну вот, я так и знал. Смотрите, они перебираются выше этажом. Ну, хорошо, что там у меня в электростанции ребята подготовленные. Все со стволами. Все, справились мы с этими тараканами. Ага, тут еще у нас где вода. А этот там стоит, ножкой топчет. Давит их типа. Ну, давайте, их тут осталось сколько? Раз, два, три. Два осталось. Дави, дави, дави. Отлично. Кстати, ребята, вот когда тараканы лазают, и вот эти всякие атаки, у нас прекращается производство чего бы то ни было. Если, например, это в электрической станции, значит электричество. Ваш самый важный ресурс это энергия. Ну, я понял, чем больше комнаты, вот о чем я и говорил, что с энергией пошла проблема. Для этого нам нужно улучшить электростанцию, ребята. Но крыжек опять не хватает, надо зарабатывать. Что-то мне как-то здесь неохота. 73% это явный провал, причем сразу же. Есть вариант снарядить ребят одеждой. Ну, с буковкой С у нас, по-моему, здесь ничего нету. Там всего два костюма, и тут паршивых каких-то. Эх, может быть. Так, у тебя Е. Станция водоснабжения у нас погасла, потому что не хватает электричества. Ладно, ребята, давайте рисковать тогда, делать нам нечего. Надо как-то выкручиваться. Доядрить тебя на корень. Ну, что ты будешь делать? Блин. Еще и пожара не хватало мне здесь, а. Блин, интересно, сколько времени нужно пройти, и чтобы барышни у меня смогли родить детей. Мне нужно два жителя, чтобы я смог дальше развиваться. Так, хорошо. Давай-ка здесь ускоримся. Ух ты, здесь прокатило. 448 крыжек. Пробуем. Замечательно просто. Сколько? 511. Может, еще разок рискнуть, а? Блин, 50 на 50, как-то опасно. Так, ну мы, по-моему, можем с вами вот это вот здание улучшить, если я не ошибаюсь. Так, 516 крыжек. Ну-ка, иди-ка вот сюда, будешь помогать в выработке электричества. Оно нам сейчас в первую очередь нужно. Костюмчик-то у тебя, ну, в принципе, неплохой. У него костюм наемника. Так, давайте-ка, наверное, мы с вами... Ох, не будем рисковать. Не будем. Так, по заданию мне нужно... Ага. 100 единиц пищи и 500 энергии. И 2000 в пустоши собрать? Да, конечно. Давайте-ка мы с вами продадим барахло, которое у меня находится на складе. Это будет у нас хлам. Вообще, посмотрим, сколько оно стоит. Так, у нас зеленые пока и синие. Зеленые стоят... Две крышки. Даже заморачиваться не стоит, я думаю. А синяя... 50. Блин, ну синие-то редкие предметы. Из них крафтятся потом отличные вещи. Ай, жалко мне продавать, если честно. Не будем. Не будем. Все, я решил, что продавать мы не будем. Да, с электричеством напряженка. Улучшим. Может быть, нам улучшить за 500. Вот так вот. Через 2,5 минуты только будет у нас приток энергии. 52. Угу. Ну, в данный момент, как бы и все. Мы больше с вами здесь сделать ничего не можем. Раскручивать это очень рискованно. Потому что уже 70% опасности. О, и кухня уже заглохла. Вот это да. Остается только ждать. Выжидать, ребята, время. И потом все это дело собирать. Как только у нас появится напруга, сразу все у нас заработает. Ну что же, у нас нет варианта, как только ждать. Ну а на этой не очень хорошей ноте я буду завершать свое видео. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, стоит в нее играть или нет. Если стоит, мы обязательно с вами продолжим. Ну а на этом все. Всем пока. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...